Добрый день, дорогие гости! Щелковский парк культуры и отдыха встречает 19-й московский областной праздник Сабанту и в переводе с татарского «праздник плуга». Итог – окончание весеннеполевых работ. Поэтому отмечают весело и с размахом. До конца, до конца, автор! Когда в молодости, в детстве я тоже таскала так же воду. Мастер-класс по армрестлингу от чемпиона Москвы Антона Пилипца. Бои мешками, народная забава, столб с подарками, как на маслинцу – все это на одной открытой площадке. А еще Сабантой – это яркие татарские костюмы, веселая музыка, в которой слышится знакомая гармонь. Все то, что роднит русские татарские народы. Мне сегодня запомнилась самая первая площадка, которую я посетил. Эта площадка была связана с творчеством детей, наших учеников, наших школ, которые принимали участие в конкурсе рисунка, посвященному празднику Сабантуй. Понравилась также площадка, где дети могли состязаться в спортивных соревнованиях. Это очень важно, я считаю, для сохранения исторических и национальных традиций. Сабантуй в Подмосковье – инициатива региональной татарской национально-культурной автономии Московской области, которую поддержали полномочные представительства Республики Татарстан в Российской Федерации и правительство Московской области. Сабантуй – поистине общенародное торжество, но в первую очередь это праздник земледельцев, чьим нелегким, но благородным трудом создается продовольственное изобилие и укрепляется наше село. Приветствие участникам Сабантуй передал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Каждый год праздник проходит в разных городах и спустя 15 лет снова вернулся в Щёлково. В этот раз праздничную эстафету принимает Щёлково. Не сомневаюсь, что народные гуляния, содержательные просветительские беседы и творческие мероприятия станут замечательным подарком к юбилейным датам муниципалитета и всей нашей Московской области. Нынешний Сабантуй посвящен 20-летию создания оригинальной татарско-национально-культурной автономии, 90-летию Московской области и 90-летию Щёлковского района. Областной праздник Сабантуй проходит в Щёлковском парке в Пустарутах, а вот такими национальными танцами. Ведь не сегодня праздник в луке, праздник, когда люди только закончили посевные работы и будут отмечать новый урожай, который, конечно же, будет богатым. Делегация Лаишевского района Республики Татарстан привезла на праздник свои творческие коллективы – мастеров-прикладников и коллекционеров древностей. Мы уже третий год подряд приезжаем в свои делегации, чтобы поучаствовать в этом замечательном празднике и привозим своих артистов, показать именно, как наши ребята выступают. «Я горжусь этой куклой. Дело в том, что эта кукла специально разработана для Лаишевского района для фестиваля, который называется «Каравон». «Каравон» – это испокон русский славянский праздник на татарской земле». И какой же Сабантуй без национальной кухни? Главное блюдо – вяленая колбаса и медовый чак-чак. «Самый интересный чак-чак. Самый вкусный – чай пить». Сотни порций плова из баранины по татарскому рецепту повара бесплатно приготовили и раздали гостям. «Здесь главное то, что именно все жители причастны к этому. Здесь именно показывается, что не только национальные, а именно причастны всех народов. И здесь вот именно на щелковой земле, опять же, показывается это лучшим образом». За активное участие в развитии и сохранении культурного наследия татарского народа и укреплении межнациональных связей руководство Лаишевского района отметило Сергея Горелова и его заместителя Юрия Родионова почетными грамотами. Гости и хозяева обменялись подарками. «Большой праздник для нас, традиционный наш любимый праздник – Сабантуй. Мы с Ореховзывы приехали с подмосковного в гости специально». «Центральное мероприятие Сабантуй – это, конечно же, бои на поясах. Это довольно-таки зрелищное состязание. Соперникам нужно повалить друг друга на взнечь. За это засчитывается балл максимальное количество шесть. Вот сейчас мы видим, что необходимо выстроиться в стойку. И вот это практически шесть баллов». Пояс в руках борца – единственное средство, которым он может ухватиться за соперника. У татар говорят, успех в борьбе на поясах означает успех и в настоящем бою. В весовой категории 75 килограммов победу одержал представитель из Москвы. «Да, сегодня праздник, эмоции только положительные». Абсолютным батыром в борьбе на поясах Куреш стал Рушан Ганеев. Его трофей – увесистый баран. Следующий Сабантуй в Московской области пройдет в 2020-м в Красногорске. В напоминание об этом Сергей Горелов передал принимающей стороне статуэтку скачущего коня – символа праздника. «В парке весело, народ отдыхает. Вот это главное. И мы сегодня действительно уже передали эстафету следующему городскому округу Красногорск, передали эстафету в следующий год, уже там будет». С пожеланием дождаться большого урожая непременно в этом году. Михаил Налетов, Андрей Циханович, Станислав Беляев, Валерий Жеглей. Телерадиокомпания «Щелково». Телерадиокомпания «Щелково».